Я люблю картинки. 56 лет я не чувствую себя старым, хотя признаю, что старый, особенно когда три недели последняя внучка родилась, 8-я, я понял, что я постарел. Мне так и хочется, вот с другими так не было, а последние уже вот так хочется, нежить назовем так, прелесть действительно. Но я люблю картинки, не знаю почему так, в старом возрасте какая-то детская душа, еще не вырос духовно, простите. Два голубя, кто из них мальчик, кто из них девочка? Кто должен делать вот так вот, а кто должен вот так вот делать в браке? Я не знаю, оба должны делать, мы не знаем, но действительно счастливый брак. По моим наблюдениям, пастырским наблюдениям, это не исследовательские наблюдения, в принципе мы зря этот семинар проводим. Почему я говорю? Мои наблюдения, что 95% семей, христианских семей, кстати, еще одно место есть, займите, а то нехорошо будет, они живут счастливо. Примерно 5% несчастливо или в их числе некоторые браки, вообще единицы это распадаются. И я очень рад нашим славянским семьям, христианским семьям, что это хороший брак, и вы свидетели этому. Поэтому вы счастливые, вы учитесь, вы работаете, у вас хороший пример, вы на миссии ездите, вы увидели в родителях добрый, приятный, хороший пример. Из-за этих 5%, условно я говорю, вы понимаете, может когда-то вы уже вырастите, исследования проведете, приходится говорить, чтобы и в 5% никто из вас когда-то в жизни не попал. Конечно, здесь есть те, кто в браке уже, я думаю, тоже полезно будет. Итак, мы с вами пойдем. Что такое счастье, когда мы говорим это слово, какие ассоциации у нас, это хороший удел, это состояние человека, который соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего быта, полнотея смысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания и какой-то самореализации. Такая русская песенка есть, мне она нравится, маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, ну, конечно, муж работящий, вот оно счастье, нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда, ах, если бы, ах, если бы не жизнь была бы, а песня бы. И я говорю действительно, с одной стороны, у многих христианских семей, я знаю по жизни церкви, а с юности пресвитерское служение несут с 25 лет, это действительно у христиан жизнь песни, не без трудностей, но в общем, если спросить, это жизнь песни, это радость, это счастье, это удовольствие. Муж хочет вернуться домой, жена идет домой с удовольствием, детки у них есть, они их воспитывают с трудностями и так далее. Но мне нравится, что в этой песне ничего не сказано об усилиях, которые нужно применять, чтобы жизнь была песнью, а их применять, к сожалению, не знаю, к радости, ну, нужно, без этого просто не обойдешься. Семья Шишкиных, Елена Георгиевна, Александр Васильевич, я просто с интернета взял фотографию, очень счастливая семья, как он рассказывает о себе, есть на ютубе, просто фотография, как вы думаете, сколько у них детей, сколько нужно детей для счастливой христианской жизни? 30. Дядя Костя сказал, что никто не взял из нас презенты, я тоже не взял, к сожалению, конфетку какую-нибудь хоть надо было, но неправильно. Еще, четверо еще. Ну, Бог сам троится, но детей почему-то больше дает. Ну, давайте так, начнем с подсказки. Всего 11 девочек в этой семье, а сколько мальчиков? Для ровного счета, у кого с математикой хорошо, конечно, 9, и того в этой семье 20 детей. У моих родственников двоюродных 18 детей было. Счастливая семья, он рассказывает о себе, можете выйти на ютуб, о их жизни. Единственная трудность, которую они сейчас переживают в своей жизни, это то, что когда несколько детей хотят сразу всех внуков принести, и мама сказала, эй, давайте по очереди. Это очень трудно всех внуков. Ну, счастливая христианская семья. Сколько нужно детей, когда я брак сочитываю, и от нашей церкви мы дарим Библию такую большую, настольную, как такую вот приятную Библию, и я обычно на браке открываю, и там есть такая страница, разные события жизни семьи записывать и рождение детей. И я когда-то посчитал и говорю им, как правило, в пожелание, вы знаете, я хочу, чтобы у вас, как в Библии было написано, сколько детей нужно. Они говорят, как в Библии написано. Я говорю, ну, здесь 18 строчек нужно заполнить. Ну, в Библии, вот 18 строчек нужно заполнить. Рождение детей, это тоже счастье, это благословение, которое дает Бог. Постоянно работал, не переставали у него раны быть, он был в тюрьмах несколько раз, он много раз был при смерти. 195 примерно раз его избили, когда-то палками побили, когда-то закидали камнями его, и он думал, что не выживет. Он сутки плавал в воде, он много не спал, он часто голодал, он часто не пил, не было чего пить, и мерз, потому что не было одежды. Мой вопрос к вам, хотели бы вы такую жизнь прожить, счастливая ли эта жизнь? Сестричка махает головой, вы героиня просто. Ну, разумный человек, как бы думает, ну, что-нибудь получше, правда? Ну, хоть чуть-чуть получше. Ну, вы понимаете, о ком речь идет? Об апостоле Павле. Ну, для меня важные слова, которые он говорит, мне нравится, когда люди оценивают и дают оценку, как они воспринимают это. Говорит, я ни на что не взираю и не дорожу жизнью, свою жизнью, только бы с радостью совершить мое поприще. Он боится в этой жизни потерять радость. Он живет с радостью. Слушайте, вау! Вот что значит жизнь в Боге. Вот что значит христианская жизнь в браке. Это не без трудностей, но понимая, что ты выполняешь Божью волю, живешь по-божьему, ты радостный, ты счастливый. Текст Писания, который я взял как основу нашего размышления. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие, братья, молитесь о нас. Почему я взял в основу этот текст? Когда молился, размышлял, вот эта часть, она легла в основу размышления. Ваш дух, душа, тело во всей целости да сохранится. И вдруг в пришествии церковь Христа призвана готовиться к пришествию Иисуса Христа. Мы ждем нашего жениха Иисуса Христа. И к нему мы должны быть готовы. Я когда посмотрел на этот текст, вот как-то поособенному подумал, это как раз, скажем так, картинка или основа того, что мы тоже готовимся к браку. Молодые люди готовятся к браку, кто тоже в браке. И как себя приготовить? Как чтобы эта встреча, в данном случае с Иисусом Христом, она никогда не прекратится и никогда несчастлива не будет, если мы себя правильно приготовим к этой встрече. И точно так к браку нужно готовить самого себя. Об этом я хотел бы сегодня с вами говорить. Первое, я хочу показать, что сам же Бог мира. Мне очень нравится, что в этом тексте Бог показывает себя как того, кто хочет с нами жить в мире. И когда мы не в мире с Богом, это, наверное, контекст всей конференции нашей, конгресса, я спрашиваю, проблема в Боге или в нас? Когда мы не в мире с Богом, проблема в Боге или в нас? Если вы молчите, вы еще не честны. Будьте активны и говорите, когда касается нас. В нас проблема всегда. Со стороны Бога никогда проблем не будет. Он все сделал на 100%, если не прибавить, на 150, 200, сколько угодно, чтобы быть с нами в мире. Всегда будет проблема только в нас. И поэтому я несколько стихов просто вам как пример приведу. Не смирились они до сего дня. Они не смирились, поэтому они не в мире с Богом. Бог говорит, я хочу с вами быть. Или в этом тексте мы говорим, что вы не слушаете меня, выделил эти пару текстов. Не смирились они. Или говорит, я сломлю гордое упорство ваше, говорит Бог. Люди могут гордыми быть, люди могут несмиренными быть, поэтому они в войне с Богом. Бог говорит, слушайте, давайте прекратим воевать. И нам нечего Богу сказать с его стороны. Это подразумевается, что мы должны прекратить воевать. Это подобно как в браке бывает. То же самое, кто-то бывает в войне, кто-то бывает мир строит. И нужно прекратить войну. Нужно быть в мире. Нужно быть в смирении и нужно быть без гордости. Стефан когда-то говорит, оценивая жизнь израильского народа. Слушайте, это потрясающе. Вы всегда противитесь Духу Святому. Есть люди, которые живут в противлении. Просто они не хотят Бога мира принять свое сердце. Потому что если придет Бог со своим миром, поверьте, в семье будет мир. Потому что Бог будет жить в сердце. Вы не будете являться источником войны. Вы не будете являться источником проблем, несмирения или гордости, как мы читали с вами об этом в Писании. Мне хочется дать, как аппозит послания филиппинцев апостол Павел говорит, удивительную вещь. Но, говорит, вы были послушны. И мне очень нравится, не только в присутствии моем, но гораздо ныне во время отсутствия моего. Что обычно дети делают, когда родители уходят из дома? На головах стоят. Спасибо, опыт. Опыт, чудесный опыт. Свой личный, вероятно, и просто из наблюдения. Это правда. Как только родители скрылись с виду, дети творят чего угодно. И потом пытаются замести следы к приходу родителей. Так не было у тех, у кого Бог поработал в сердце. Вы знаете, они говорили друг другу. Ты помнишь, апостол Павел сказал вот так поступать? Его нет, он не видит, он не проконтролирует. Ты помнишь? Им радостно было, что это в сердце пришло. Это их жизнью стало. Вот такой образ жизни. И поэтому тогда они жили в послушании. Даже тогда, скажем так, надзирателя не было апостола Павла. Или родителя не было в семье. Вот что значит, когда Бог приходит в сердце. Для меня это потрясающий отрывок Писания. Конечно, пример Христа, он всегда яркий для нас. Это самый лучший. Я буду на протяжении семинара приводить пример Христа. Писание говорит, чтобы быть с Богом мира в мире, с Богом мира в мире быть, все, что нужно было Христу сделать, уничижить себя самого и смирить себя самого. Это выражалось в послушании. Трудно было Христу это сделать? Да, мы находим подтверждающие тексты Писания страданиями навык послушания. То есть, через трудности. Но он привел себя в этот порядок. И помните, он в конце, о чем сегодня упоминалось, и мне кажется, как будто к семинару нашему была подготовка проповедей перед этим. В конце концов, он говорит, как бы мне трудно не было, отче, да будет воля. Мне очень нравится. Может, вам пригодится в жизни. Не моя, но твоя. Очень важно договорить до конца всегда. Вот мы говорим о посвященности Богу. Да, не моя, но и не твоя. Можно подразумевать. Мне так нравится в Библии, когда четко проговаривается истинно. Если уж я сказал не моя, я до конца договариваю твоя. Чья-то должна быть, не половинчата. Кто-то должен господствовать в нашей жизни, чтобы на самом деле наша жизнь, она принесла слава Богу. Так делал Христос. Мы учимся у Него. Итак, Он уничижил себя и смирил себя. Когда люди, смиренные перед Богом, они будут уступать друг другу, жены не будут выедать мозги своим мужьям, мужья не будут унижать своих жен, потому что рядом с вами находится человек, который действительно дан вам Богом на всю жизнь. И этого человека нужно не просто любить, а даже возлюбить. Как есть это чудесное высказывание. Итак, эти три момента, которые я хочу с вами сегодня разобрать. Сам же Бог мира да осветит. Я первый говорю, ваш дух во всей целости, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Три момента, которые показывает этот текст Писания. Освящение духа, освящение души и освящение тела. Какие грехи духа или состояние духа, которые мы можем видеть, пронаблюдать, далеко не полный список. Будете жить сами, дописывайте, составляйте и так далее. Праздность, расточительство, привязанность к вещам, стяжательство, непослушание, может быть, чувственные помыслы, какие-то соблазны, телесные излишества, зависть, зложелание, злорадство, нарушение мира, тщеславие, честолюбие, злопамятность, непрощение, а мстительность. Грехи духа. Об этом Писание говорит. Мы с вами посмотрим. Удивительно, прям записано, один человек, и если вы знаете псалмы, наблюдаете, в каких написано, он говорит, блажен, в чьем духе нет лукавства. В духе нет лукавства. Говоря о многих грехах духа, я оставлю, конечно, как пример, на одном каком-то, что значит увидеть свое состояние духа, в сердце нашем, что происходит. Вдруг он говорит это слово, блажен, в чьем духе нет лукавства. Обратите внимание на эти удивительные слова. Он говорит, когда молчал я, обвешали кости мои от седневного стена не моего. Что за молчание? Что за проявление духа лукавства? Я взял другой перевод, мне кажется, он более шире освещает это. Блажен, у кого нет, кто обмана не замыслит. Или, как здесь говорит, очень интересно. Молился я беспрерывно Божий тебе, но обходя свои грехи молчанием, я с каждую молитву исслабел. Вы знаете, вообще мне потрясает этот текст, что он прямо в контексте нашего конгресса. Можно, по словам этого человека, в молитве или с каждой молитвы слабее и слабее становиться. Почему? Дух лукавый. В чем лукавство духа? Вы понимаете, о ком я говорю? Конечно, это Давид. И он яркий пример того, как правильно нужно поступать, даже совершая неправильные какие-то поступки. Нет бескрешного человека. Когда мы готовимся к браку, мы хотим счастливый брак иметь, каждый из вас должен принести себя к браку. Не в первую очередь требовать другого, что ты вот таким должен быть, а сам себя приготовить к браку. Я первую мысль говорю, когда говорю, приготовить себя в духе, дух свой приготовить, это не иметь лукавства. И в данном случае мы находим, что значит лукавство. Давид согрешил, считается полтора года, год примерно он ходил под этим бременем своего греха, не раскаивался, публично не признавался. Вы знаете, удивительно для меня, что три раза в году мужчины должны были собираться в израильском народе. Ну, царь, конечно, должен был быть. И я полагаю, я точно не подтверждаю описание, но у меня сложилось впечатление, что царь должен быть иметь какую-то вдохновительную речь для всех мужчин, которые собрались. Царь, мужи божии, нужно Библию читать. Мужи божии, нужно свято жить. Мужи божии, помните, что над нами Бог. Мужи божии, нужно не грешить. Ему нужно было, как царю, ободрять людей. И вдруг Писание говорит, он обходил свои грехи молчанием. Не было дерзовения внутри, простите. Не было открытого перед Богом разговора, о чем мы много-много сегодня слышали. Нужно Богу всю душу открыть и злить все сердце. Когда мы идем в брак, нельзя молчать. Вы имеете право для счастливого брака, для счастливых отношений Давида с Богом, нужно было все открыть абсолютно. И этот грех нужно было проговорить, Бог, я согрешил с той женщиной, я заказное убийство сделал, прости меня за это. Пока не обговорено, он молится Богу, но он обходит эту часть стороной в молитвах красивых, слава тебе, Господи, ты великий, ты чудный, ты нас благословляешь, но нет упоминания. Он говорит, я слабею, мои отношения с Богом слабеют. Вы знаете, что потрясающе для меня? Он знал, что когда-то может наступить конец игре с Богом. В Библии много примеров, когда наступает конец, когда люди играют с Богом. Бог прекращает играться с людьми. В 50-м Салме он однажды говорит у них вещь, Боже, Духа Твоего Святого не отними от меня. Что он понял? Что придет время, если он будет молчать, скажем условно, десятый раз, когда Господь его обличать, будет покайся, придет время, Господь Дух Святой отнимет. Возможно покаяние без Духа Святого? Если Дух Святой обличать не будет, никто не покается. Если Дух не будет Святой обличать покаяние, никто не покается. И он знал, что играться нельзя в жизни с Богом. Но до какой-то границы все-таки делал это, молчал. И пришло время, когда он понял, дальше нельзя. И это было предусмотренное Богом время, когда Нафан пришел к нему. Итак, первое я говорю, это открытость и месть. Когда готовите себя к браку, готовьте быть, таким словом сказать, обнаженными друг перед другом, в Духе. Вы должны быть готовы рассказать о себе, как ваша жизнь идет, кто вы, если вы хотите по-честному строить ваши отношения. Блажен, кто обмана не замыслит. То есть я иду в брак, но эту сторону я умалчиваю, хоть бы она или он не спросили меня об этом. Хоть бы спросили. Нужно быть готовым рассказать. Как ты понимаешь эти вопросы? Как твою жизнь провел так? Что ты думаешь об этом? Как ты раскаивался или не раскаивался? Разные-разные вопросы. Много вопросов нынче нужно задавать. Мы жили в другое время, когда как бы подразумевалось, что мы много времени не проводили друг с другом, готовясь к браку. У вас другие ситуации. Когда-то было время, вообще женщину выдавали замуж без ее согласия. Сейчас наоборот родители говорят, сами решайте свой вопрос. Вы в такое время живете. Я не знаю, худше или лучше вам судить все. Но если есть время говорить, то значит нужно говорить. Не замазывать глаза, себе розовые очки какие-то одевать и так далее, спрашивать честно. Помните этот пример? Мне нравится. Ананин, Сафир, и мы с женой идут в церковь и продали землю, скажем, просто кинем сумму за 500 тысяч. Говорят, ну нам же нужно потом машину купить какую-нибудь за 200 тысяч. Давай себе оставим. Давай. Ну все же говорят, что они все жертвуют. Ну да, мы ничего не будем говорить, просто мы 30 тысяч принесем, а 200 себе оставим. Надо же духу святому угодно было положить на сердце апостола, чтобы спросить, а вы за такую сумму продали? Да. Слушайте, отношения у них, Бог дал один шанс. Я не знаю, почему Бог кому-то дает больше шансов, кому-то один. Богу решать. Без деталей они оба умерли. Обман замыслили. То есть между собой совещались, давай, давай так замыслим, давай так сделаем, никто не узнает, никто не поймет. Обвести вокруг носа такое выражение есть. Не получится перед Богом. Последствия просто будут плохие, если это неправильно сделано. Мне очень нравится текст Писания, который говорит вот о поклонении Отцу в Духе истине, о чем Христос говорил. Это как раз не лукавое сердце, это открытое сердце. Поклонение, это внутри, открыть его просто до конца. Я повторюсь еще раз, мне нравится, что как будто братья, которые проповедовали сегодня, как будто подготовили к этому семинару, и мне много вещей не нужно теперь проговаривать. Примеры. Мне очень нравятся библейские примеры, когда мы говорим о Духе. Саул согрешил. Ну согрешил, кто из нас не согрешает? Кто придет в брак и не будет согрешать? Кто придет совершенно и не будет согрешать? Нету совершенных людей. И готовясь к браку, и себя готовя и в Духе, и в душе, и в теле, все равно мы придем в брак, и мы будем несовершенными, над чем-то трудиться нужно будет, и что-то делать неправильно будет, будем как себя вести. Саул говорит, я согрешил. Но Дух добавляет одно слово, но я согрешил. Ну пусть никто об этом не узнает. Ну пусть это потихоньку будет. Ну не рассказывай никому. Я хочу, чтобы меня другие уважали. Слушай, когда ты согрешил, не надо, чтобы уважали. Тебе нужно сердце открыть и каяться. Все, о другом думать не надо, потому что Бог правит наказать за грех. Бог правит не наказать, помиловать. Это его право. Открой просто грех и скажи, мне нужно прощение. Когда идете на споведание, вы знаете, я слушал молитвы многие из вас, кто выходили, каялись. И я для себя уже по-пасторски просто, конечно, это не точно, но тем не менее, определяю. Вот скажем, я молился, думаю, вчера где-то с 7-8 человеками. Из них где-то на мое впечатление 5, наверное, это были, которые действительно каялись. Просто каялись. Господи, я согрешил. Господи, вытащи меня. Я влип. Я... Разные вещи. Некоторые люди, ну да, Господи, слава тебе, что ты прощаешь грехи и так далее. То есть, я говорю, как бы за компанию, может по вдохновению, так вот. Ну, не ощущалось, что человек раскаивается. Это ваше решение. Когда-то мы духовно растем, когда-то мы к чему-то приходим, ну вот это слово, но почти меня, это показывает лукавый дух. И вы знаете, это было время, когда Бог отверг его. Все больше Бог с ним решил, не имея дело, Дух Святой отступил от него. Это удивительно. А есть тоже так же пример, вот как раз Давида. Приходит к нему на фан и говорит, ты согрешил. И просто слово, я согрешил. Я согрешил. Что дальше Бог с ним сделает, он не знает. Бог правит убить его, потому что тот, кто был дом, согрешил, его нужно было убить, перед народом нужно было убить. И разные вещи. И он не претендует на дальше. Просто он говорит, я согрешил. А теперь, твое право. Один брак был, мы готовились. И уже в субботу бракосочетание. Последнюю встречу мы за неделю до этого провели. И вдруг во вторник невеста звонит и говорит, дядя говорит, срочно надо встретиться, срочно приехал, встретились. Она говорит, брака не будет. Я говорю, как брака не будет? Три дня осталось. Привет, естественно. Ну, говорит, я случайно вышел на его сайт. Ну, это же ужас, чем он занимается. На протяжении встреч, шесть встреч, обычно я имею по две темы, я всегда спрашиваю, как твоя жизнь, как ваша жизнь. Вы открыты друг перед другом или нет? Вы открыты, чем занимаетесь друг перед другом или нет? Я побуждаю к этой открытости, искренности. Ну, парень решил быть закрытым, скажем так. Я в ужасе был. Ну, вы понимаете, это и просто физически, все уже готово, люди приглашены. Морально, это же на всю жизнь рано, потом все это. Я очень рад, что Бог побудил, я предложил провести в посте следующий день ему, ей, а потом мы собрались, и она простила его. Действительно, на мой взгляд, каялся по-настоящему. К сожалению, что уже в последний момент. Но пришло это время, он душу открыл просто. и она поверила. слава Богу, живут счастливо. К чему могло привести неоткрытость? Все рухнуть могло бы. Нужно открываться друг к другу. Перед Богом, учит, нужно быть открытым. Если каешься, кайся до конца. Идете в брак, себя принеси в брак. Я сейчас говорю, как бы за того мальчишку. Чего ты лез к девчонке и хотел таить? Ты хотел в брак эту грязь принести? Что ты творил? С самого начала, как ты начал дружить с ней, ты должен был себя принести в брак таким открытым, искренним, безлукавым духом, без умалчивания, что в твоей жизни происходит. И она вправе выбрать, она будет дальше с тобой или нет. Если бы она сказала, извини, я не хочу с таким парнем жизнь свою строить, потому что ты сейчас в блуде погибаешь, а что дальше будет? Это ее право. Но ты должен быть открытым. А, к сожалению, этого не сделал он с самого начала. Согрешил я пред Господом. Это не лукавый дух, это открытый дух. И он был помилован Богом за тяжкий грех, который он совершил. Итак, счастливый брак это полная открытость во взаимоотношениях. Когда начинаете строить, если те, кто, мы говорим, идут в брак, может, те, кто уже в браке, если есть, вы имеете право друг о друге знать прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, любые вопросы, любые болезни какие-то можете расспрашивать, потому что есть тяжелые болезни, туберкулезы есть, в которых люди через короткое время могут умереть. Вы знаете, это духовные вопросы особенно о будущем, о твоих планы. А ты хочешь в семье детей рожать или нет? Я, например, хочу, а ты не хочешь? Ну, тогда, может быть, давай и не будем брак иметь. Потому что надо, чтобы совпадало. Чем больше совпадало, тем счастливее брак. Нельзя идти в брак в разных совершенных пониманиях, потом спорить, доказывать что-то друг другу. Может быть, потом даже и поздно будет. Насколько возможно, вы должны, имеете право друг о друге знать. Задавайте друг другу вопросы. Есть такая возможность у вас честно и открыто. Мир постоянно ищет возможности переделать наш дух по своему грешному образцу. Он ревностен и настойчив в своем старании. Он нас манит и уговаривает, а как только мы начинаем сопротивляться, насмехается над нашей старомодной набожностью и злословит. Слишком многие христиане, вместо того, чтобы сопротивляться, все больше и больше уступают непрестанному давлению мира. То есть поступать, как в мире. Чудесная книга Джерри Бриджес «Стремление к святости». Рекомендую вам когда-то прочитать эту книгу по примеру Христа. Что сделал Христос, чтобы быть в правильных отношениях с Отцом? Уничижил себя, смирил себя, быв послушным. Это состояние Духа. Бог, я принимаю твою волю. Я иду открыто к тебе. Ты сказал, что нужно будет умереть. Да. Ты сказал, что нужно будет умереть вот так, чтобы в меня плевали, чтобы вот так. Ответ Христа какой? Да. Я соглашаюсь. Я открыт. Бог перед ним открыт полностью, чтобы показать, на что он посылает своего сына и право сына, условно скажем, отказать, но он этого не сделал, потому что смирил себя и был послушным и уничижил себя. Итак, дальше мы идем. Да, светит вас во всей полноте и душа ваша. Внутреннее естество, центр внутренней жизни человека, это сущность человека, это личность, то есть отдельное человеческое я, это человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств. По-другому это характер. Что вы видите на этой картинке? Я сказал, я люблю картинки. Те, кто с Вашингтона, молчите. Природа красивая. Природа красивая. Ну, посмотрите, что-нибудь лучше. Отражение. О, спасибо, отражение. Вы думаете, что это фотошап? Те, кто занимается фотошапом, они скажут, а это легко сделать, но это любимая мною гора Райнир, и там есть Reflection Lakes. Чудесное место. Real picture, по-нашему говоря. Я люблю ходить в горы, моя жена любит ходить на океан, раз в год примерно у нас осуществляется и мои мечты, и ее мечты. Мы делаем то или другое, но это потрясающее озеро. Кто в штате Вашингтон, или приедет, это чуть-чуть ниже Райнира, когда спускаешься туда, как в 410 нужно туда пройти. Потрясающе. Можно стоять, когда ряби нету, просто наслаждаться. Не может быть, чтобы такое чистое отражение было, как в зеркале. Ну, я же не детским садом с вами занимаюсь, мы не картинки здесь рассматриваем, правда? Я говорю о Библии. Библия говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Что делаем? Что мы делаем? Произносите. Для себя произносите. Преображаемся, как та гора, отражается здесь. Так мы куда-то взирая, читая Библию, через нее всматриваясь Христа, мы преображаемся. Прям путь показан. Хочешь быть нормальным христианином, хочешь быть нормальным мужем, условно говоря, хочешь быть нормальной женой, ну, скажем так, христианкой, всматривайся куда-то и преображайся в этот образ. Мне очень нравится, что христианство, оно именно показывает путь роста, путь развития, путь совершенствования через Иисуса Христа. Да, прямым, если словом сказать, конечно, через Писание. Итак, мы преображаемся. Оказывается, мы что-то можем изменить в своей жизни. Грехи духа, грехи тела или грехи характера, о чем мы сейчас говорим, конечно, мы все несовершенны. И тем не менее, я хочу идти в брак. Я хочу получить от моей, в данном случае, супруги, невесты, я такое хочу получить, вообще, что я хочу получить. Слушай, а каким ты себя хочешь принести туда? Чего ты хочешь? Чтоб тебя только по головке гладили, а ты, а ты что собираешься делать? Какой ты? Мы готовимся вступить в брак, и чтобы он был, ну, хотя бы, как у меня, 36 лет, и классно. Некоторых больше, они счастливо живут. Работа над характером. Я для себя делаю такой список время от времени. Молюсь пред Богом, Господи, над чем мне нужно поработать? Пробегая его глазами, сколько я мог выписать, он у вас неполный, сфотографировал часть его, из Тимофея взят, Фессалоникийцем, Коринфянам и так далее. И когда глазами пробегаешь, как-то бывает, ну, я не знаю, как это выразить, звоночек, или как-то внутри, стоп, тебе над этим нужно поработать. Если есть откровенные отношения с друзьями, подругами, родителями или братьями, они могут сказать, слушай, вот здесь у тебя, ну, часто повторяется что-то, это звоночек, что нужно над чем-то поработать. Как поработать? Я делаю так, если, например, не порочен, то здесь записываешь противоположную черту, находишь из Писания, которое есть, показываешь, чтобы ты знал четко разницу в этом, и просто месяц для себя запишиваешь, один, у меня выходило до трех месяцев, я молился за одну черту характера. Вы знаете, просто Бог работает, просто Бог работает. Из Библии начинаешь видеть об этой теме что-то, кто-то смотри, что-то сказал, какая-то книга попалась, какая-то проповедь, думаешь, слушай, а что он придумал, как будто под меня придумал проповедь. Чудесно Бог работает. Было бы желание преображаться. Это просто один из моментов, как можно дать Богу освещать наш характер. Ну, когда мы говорим характер, что мы подразумеваем? Итак, непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Что такое сварливая? Комплейн постоянно. Знаете, спасибо. Мне нравится, когда есть, мне очень нравится вот вообще библейские такие простые сравнения. Я просто полюбил Библию. Каждый год за год я прочитываю Библию. Вот этот план, который дядя Костя там вам ложит везде, распространяет. Когда-то я для себя его выработал. Мне очень нравится книга Ветхого Завета, несколько псалмов, книга Нового Завета, опять книга Ветхого Завета, несколько псалмов. И вот уже лет, ну, 15-20, я не знаю, спил со счетом, но я читаю. Потрясающие вещи. Смотрите, хотите жизнь в браке организовать и хотите, как помните, в той песне мы пели «Муж работящий», это значит, хороший большой дом построить. Я советую братьям, когда, если вы не выбираете жену и не думаете, какой у нее характер, то сразу дом строить, как здесь написано, вот пространный дом, но там одну комнату на крыше надо продумать, чтобы маленькая была, на случай, если попадется сварливая жена. Тебя большой дом не устроит, но чтоб на улицу не уйти, и все не думали, что развелся с женой. Хотя иди в свой уголок, там живи потихоньку, радуйся, на чердаке где-то себе местечко сделай. Хватит тебе, что там стоя стоять. Это будет достаточно, когда сварливая жена. Библия говорит, это ужас, когда женщина сварливая. Лучше, лучше даже жить в углу на кровле. Не разводиться, ни в коем случае. Какую же выбрал, извини до конца, ту и неси, терпи, в уголочке живи, делай все, что она скажет, но разводиться, это грех. Вы знаете это. Лучше перетерпеть, и то Божье благословение будет. Кто найдет, знаете, спасибо, добродетельную жену, цена ее выше. Жемчуг очень высокая цена, в ней сердце мужа, уверенно. Что нужно сделать, чтобы для вас, братья, была жена добродетельная? По уши влюбиться. Шел, увидел, вау. Нет? Что нужно сделать? Ну, читайте описание, вы же открытыми глазами. Поискать нужно, кто найдет. То есть, не просто за глазами следовать, вау, вид внешний. А в внешнем виде, кстати, очень интересно сказано в притчах 31 главе, миловидность обманчивая и красота суетна. Но жена боящаяся Господа, она достойна, достойна хвалы. Миловидность и красота обманчивая. Почему? Потому что первое, когда девушка красивая, мы на примере девушки говорим, и парни должны быть красивые, ну, это не обязательно. Но когда девушка красивая, это еще не значит, что характер не вот такой, как мы читали выше, правда? Поэтому обманчивая миловидность. И вторая часть, что я из жизни понял, наблюдая просто, ну, наблюдая просто, что оказывается, женщины тоже стареют. И просто другая красота становится, старая красота. То была молодая красота, а потом старая красота. Красота про женщин по-другому не скажешь, но все равно уже она другая. Обманчивая миловидность. Библия говорит, кто найдет, потрудись найти. Каким образом? Разным образом. Это и присматриваться, это и расспрашивать, может быть, совета родителей спросить. Конечно, особенно я привел бы к теме Конгресса. Обязательно молиться Богу, просить Бога, чтобы он открыл за красотой. Мне очень нравится, вообще Бог чудно сказал. Я сказал, сделал, я вообще восхищаюсь, вот христианством просто, я в восторге. Вот я сказал, 95% например, да, вот это вот чудесные, счастливые браки. И Бог так сделал, что и женщины, и миловидные, ну, сёстры. И красивы, и характером чудесности. Вот как правило, это просто вот, если даже о сёстрах, тех 5% не подходит, там вообще, если один какой-то итог, я не знаю, это не в аптистах. Вот, добродетельную жену, её поискать нужно, потрудиться для этого нужно, то есть не просто за глазами следовать, не просто только на это внимание обратить на красоту, это очень важно. Библия подчеркивает, об одной женщине, она была лицом и станом красива, то есть Бог создал, это нормально, но потрудись ещё, подумать о характере. Почему мы сейчас с вами поговорим об этом? Есть пример очень яркий, идёт раб, ищет жену своему господину Аврааму, его сыну Исааку, и он сам себе размышляет, вы знаете эту историю, часто и произносят в церквях, какая же женщина нужна, вот, кроме того, что она из моего народа, это само собой подразумевается, других вопросов нету, а она должна быть вот такая, он сам себе рисует картину, которая скажет мне, ты пей верблюдом твоим, я начерпаю, вот жена, я останавливаюсь, вот настоящая жена, с которой счастливо будешь жить, трудяга, которая может служить. И так ей написано, ещё не перестала говорить в уме, она вот вышла, ревека, у неё там кувшин, и она тотчас спустила себя кувшин свой, на руку свою, и сказала, пей, я твоих верблюдов напою. какая здесь женщина, какая здесь сестра, какая мы её на качество называем, добродетельная, ещё по-другому, разными словами, работящая, трудолюбивая, я называю это просто услужливая, которая внимательная, как же них проезжает, тут невнимательный быть, очень важно. Всё продумано наперёд, молодец. Вы знаете, это очень простой момент, сёстры без обиды, я вот просто как-то такой наблюдательный глаз дал Господь, вот молодёжное общение, это то, чем мы живём, просто общение молодёжное. Кончается молодёжное общение, и нужно убрать со столов. Сколько сестёр остаётся в конце, чтобы убрать со столов? И сколько братьев остаётся, чтобы убрать потом столы? Мало, по-простому сказать. О чём это говорит? Я за исключением говорю, конечно, кто-то торопился, некоторые всегда торопятся, уйти раньше я имею в виду, вот у них такой характер просто. Посмотрите, услужливая сестра, где-то она может проявить себя, где-то она может трудиться, там, где даже не наблюдает за ней. А вы можете подглядывать, слушай, и симпатичная, а ещё и вообще чудо, убирает до последнего за нами, когда никому не надо. Услужливость, она где-то проявляется, искать, наблюдать за этим нужно. Ну, я также о вас, мальчишка, скажу, о нас. Надменный злодей, кощунник, имя ему действует в пылу гордости. Вот есть такое слово, кощунник, он надменный. Если вы начали встречаться, рассуждать, и может быть, бойкий мальчишка обычно девчонкам нравится, он такой пробивной, он везде там, но будьте внимательны, в чём он пробивной? Может, что на служителей тень кидает? Может быть, он на родителей где-то тень кинет? Ну, просто он всё во всём. Может быть, на служение, может быть, ему не до служения. Вот это слово какое-то, кощунник такой вот, ну, он всё во всём, вы понимаете, он всему может оценку дать, он всё знает, он всё знает, как правильно, вот, и так далее. Я говорю, это смотрится обычно, если по-плоцки, вот это мужчина, за которым можно пойти, а ну, не торопитесь, не торопитесь ходить, прогони кощунника, подожди, если дружить надо с ним, или в брак идти, мне нравится, Библия советует, не пропускайте библейских советов, если увидели, что такой парень к вам привязался, или привязывается, прогони, прогони, если можешь сказать, почему, скажи, если не можешь, и не говори, библейский совет, это ужас в браке жить с таким, Библия говорит, вообще его как друга прогнать надо, но в браке ещё ужаснее, связать с себя обещанием, жить с таким человеком, Библия говорит, как раз, если там не прогонишь, то будет что, ссора и брань, не прекратятся, мы говорим о счастливом браке, где нету ссоры, где нету скандалов никаких, а здесь наоборот, если человек с таким характером, мужчина, о вас речь, о нас, тебя прогнать нужно, и не приходи больше к другу девчонке, если она тебя прогонит, исправься, преобразись в образ Христа, или вот не дружи с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, вот я такой, бабай, иди ищи себе такую, как ты, я не хочу всю жизнь это нести, я думаю, обман, сестер, мне кажется, сегодня об этом говорили, в том, что она думает, ну я его исправлю точно, он классный, просто он такой, ну я точно его исправлю, извините, если Господь не поработал, его сердце не исправил, вряд ли вам это удастся, ну, если хотите всю жизнь нести, несите на здоровье, наоборот, не на здоровье, как это будет, вы понимаете, ну, ваш выбор, и правда, и таким с кем-то надо жить, но трудно просто, но библейский совет мне нравится, не сообщайся, вот если ты из нескольких общений, вы друг от друга поняли, что такой, например, это брат, вот такой, и ты сестра хочешь счастливой жизни, настоящей, по-настоящему не увлеченности, просто замуж выйти, а по-настоящему счастливой жизни, Библия говорит, ты просто не общайся больше, больше свиданий не назначай, а забери у него свой номер телефона, даже это очень интересно, петлю на душу свою можешь навлечь, это то есть, это здесь говорится, что ты просто жить не захочешь, ты скажешь, зачем мне такая жизнь нужна, куда я влипла, зачем я на это согласилась, так Библия говорит, есть вещи серьезные, которые потом в жизни ты оценку делаешь и говоришь, да лучше бы я, и к сожалению, некоторые произносят, не вышла замуж, не женился и так далее, а вот есть такие вещи, которые Библия предупреждает об этом, был пример в Библии такой, но я говорю, это время было такое другое, когда женщины выдавали замуж без их согласия, я думаю, Вигея, она входила в этот разряд, той вехи истории, ей деваться некуда, но был вот он, человек жестокий, злой нравом, и все знали, она была и красивая, она была и мудрая, и умница, и Господа любила, но вот он такой был, и плохо ей в жизни было, это не был счастливый брак, они не могли душевных разговоров разделять, они вообще мнения не разделяли, да и вообще он с ней разговаривать вообще-то и не хотел, это был трудный и проблемный брак, и Писание говорит, вообще его жизнь прекратилась, плохо этого человека, трудно жить в таком браке, но когда у нас есть выбор, и если вы можете, как Писание говорит, выбирать, кстати, один маленький совет по ходу, если вы стали дружить с парнями, он говорит, ты знаешь, ты должна за меня замуж выйти, потому что я молился, и мне Господь открыл это, скорее всего, что вам нужно расстаться, потому что он духовно неправильные вещи понимает, он просто пытается давлять над вами, почему я так говорю, потому что когда Ревеку засватали, и казалось, это тот мир был, там где она безусловно должна была согласие дать, они говорят, позовем ее и спросим, хочет ли она идти с этим человеком, Библия показывает, что правильный путь, это личное желание каждого вступить в отношение брака, и если вдруг, я несколько таких историй слышал, он давлеет, он манипулирует, мне Господь открыл, ну открыл тебе, даю и закроет потом, а я имею право выбора, как только это давление, если ощутите, сестры, вы имеете право привести это в порядок, по-простому скажу, я не говорю, что кто-то не может ошибаться, и мальчишка может ошибаться, можно обговорить это, но в сущности, если вы понимаете, что просто на вас психологически давят, духовными вещами, какими-то стихами, Библиями, то вы вправе сказать, нет, Ревека, она имела право выбора, поэтому вот так бывает в жизни, а когда я говорю о душе, о характере, Христос показывает пример, то и вы должны умывать ноги друг другу, вот в чем суть служения в семье, Джордж Миллер писал, со скорбящими возвращается с похорон, не желает быть похоронен, только характер человека, остается жить только то, каким был человек, и это невозможно похоронить, были мы на похоронах человека, похоронили мы, и мы возвращаемся оттуда. С чем? С тем же характером. Это самое трудное, что менять нужно. Я говорю, невозможно, нет, возможно. Помните картинку Маунтан Райнир, пусть она останется в вашей памяти, отобразить можно Христа в своей жизни, все Писание этому учит, можно исправляться, можно себя готовить к браку, можно стать услужливым, будучи неуслужливым, поговорив со своей душой и посмотрев на Иисуса Христа. Чудесная книга, священный брак. Любить другого не всегда легко, но именно брак помогает нам возрастать способности любить и принимать другого человека. Все мы по природе свои эгоисты, чтобы избавиться от эгоизма, научиться отдавать себя другому человеку, ставить его нужно на первое место, требуется немалое усилие. В одной семье мама говорит мальчику, посуду надо помыть, а он говорит, мам, ты чего? Папа никогда так не делает. Она поговорила с папой, и папа сказал, ну, нужно несколько раз помыть посуду, все-таки, чтобы мальчик знал, что можно посуду мыть, и это не только девчачье дело. В нашей семье была такая история интересная, когда жили еще девчата с нами, замуж не вышли, все было домашняя работа на девчатах, на жене и на девчатах на них, ну, вот они замуж вышли, и как-то в один момент там, ну, скажем так, попросила жена пропылесосить дома пять комнат, вы представляете? это я решил попробовать, не люблю делать спустя рукава, поэтому там где-то двинешь, там туда залезешь, туда, так, чтобы действительно не решать, пылесос дельфин водяной, не надо дешевых иметь, которые мышами пахнут, вот, лучше нормальный, один раз купить за полторы тысячи, зато потом это все нормально, ну, где-то, я так думаю, около часа времени взяло у меня, ну, это час времени потерять, потерять, вы понимаете, дома убираться, а второе, я понял, что у меня спина немножко, как это, он дельфин, он на колесиках, хороший, легко ездит, но все-таки спина немножко, и пот выступил, и тогда я стал думать, вообще, это дело жены или нет, и в очередной раз, когда-то, я, я понял, что это мое дело, ну, чем дальше, тем, не знаю, хуже или лучше, для жены лучше, для меня, тоже, наверное, лучше служить надо в семье, и пылесосить надо в семье, потому что я понял, что если мне тяжело, а что это значит для жены, пылесосить, если мужику тяжело, мужчине, нужно служить, и это черта характера, о которой мы говорим, в браке нужно работать над развитием своих отношений, своего характера, не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить, мы о Христе говорим, я привожу вас по примеру Христа, над характером можно работать по примеру Христа, потому что Христос это делает, я буду так делать, я буду преображаться, если надо, помогите мне, если надо, подскажите мне, если надо, заставьте меня, но я хочу уподобиться Иисусу Христу, и так и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, тело тоже нужно готовить к браку, первое, пришествие Иисуса Христа, и вообще к жизни в браке, тело тоже нужно приготовить, когда мы видим картинку храма, какие ассоциации у нас с вами, несколько реплик поделитесь, святой храм, храм Соломона, и вдруг мы хотели бы прийти туда, может быть, или просто со стороны посмотреть, какие ассоциации, благоговение еще, как, чистота там обязательно, да, красиво, благоговение, свято, такие ассоциации, вот, ну, вот вызывает такое, величественное что-то, вот, наверное, слово благоговение русское, действительно, оно отражает очень сильно это, не знаете ли, вы же знаете это все, или есть кто-то, кто не знает, что тела ваши, суть храм живущего ваш духа, святого, это понятно, вы это знали, это новое для вас, так, апостол Павел строит разговор, слушайте, вы выросли, где храм, у вас у всех есть храмы, как храмы содержатся, один раз, меня завели в мусульманский храм, здесь в Америке, там, у нас, в Федерал-Вэйе есть, я потрясен был, это, нам, баптистам, даже надо учиться, мы к храму так, хуже относимся, все чистенько, все аккуратненько, там, надо туфельки снять, чтобы пройти туда, там, все их, это, идолы стоят и так далее, простите, что этого ходил, экскурсия была, это очень интересно было, они благоговеют, все знают, что храм, это благоговение, что храм, это что-то величественное, вдруг Писание говорит, послушайте, а как к своему телу вы относитесь, ваше тело представитель храма, представитель Духа Святого, живущего там внутри, а внешне должно быть, вы назвали, красиво, внешне должно быть благоговейно, внешне должно быть свято, внешне должно быть чисто, и так далее, и так далее, это мы говорим о нашем теле, о нашем теле, которое у нас есть, посему прославляйте Бога, я иду, вы идете на работе, в колледже, где бы мы ни были, наше тело должно вызвать славу Богу, Вы понимаете это или нет? Как я сказал, когда-то я был в мусульманском хане. Я хочу, чтобы в нашей церкви, где моя церковь сейчас находится, очень было все, ее красиво очень сделали. Я хочу, чтобы там порядок был, чтобы дети после собрания сами поднимали мусор после себя, проходили там, чтобы чисто было. Чтобы вошедшие, ты понимал, здесь чтут Бога, здесь внутренность наполнена благоговением перед Богом. И Писание говорит, прославляйте Бога через тела ваши. Внутренность, она показывает то, что есть наружу. Писание говорит, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Осторожно, есть очень интересные тексты Писания в Библии. Еще раз, это о чем говорится? Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это о каком составе части нашего тела говорится? Где мы храним беззаконие или храним правду? Смелее? В глубине сердца. Спасибо. Это там. Я спрашиваю теперь вас, а почему тут говорится сразу об одеждах? Какая разница? Там же есть правда и там же есть, нет беззакония. Там все чисто внутри. Почему Библия сразу же говорит о внутреннем состоянии и о внешнем состоянии и о теле? Почему? Оставьте себе этот вопрос и думайте. Особенно те, кто спорят, что это не имеет отношения. Опять вся слава черри где? Внутри. А следующая строчка какая? Одежда ее шита золотом. Почему? Я спрашиваю. Два сразу рядом стоят. Есть и другие тексты. Просто времени мало. Потому что Библия показывает это одинаково. Что внутри, то будет и снаружи. Картинки. Люблю картинки. Не, это нормально. Порвал на работе, работал. Ну, вы знаете, все это. В лес ходил, на миссию ездил. Как туда там ездит? В джунгли там нету ничего. Там ужасно. Ну, сестра на миссии была, порвала. Все нормально. У меня вопрос. О чем вот состояние сердца это говорит и эта картинка? Дайте ваши идеи. Причем речь не о сестрах. Сестры, извините, что я просто... Было время, я тут мальчишек набрал бы больше. Я люблю пацанам говорить по-нормальному. Можно благовидность какая-то? Да, вот, да. Чудесно. Чудесно, да. Я... Мальчишки, девчонки, я к Библии это привязываю. Вся слава черри царя внутри. И о ком сейчас написано одежда ее шита золотом? Об этой или об этой части? Ну, кстати, это, наверное, не сестры. Может быть, если вас смущает. Допустим, что это мальчишки. Вы поняли, нет? Еще раз. Внутри есть слава, царская слава. Человек себя внутри ощущает царем. Вы это понимаете или нет? Вы вдумайтесь, каждое слово Библии. Человек внутри понимает, что он царское достоинство имеет. Почему одежда ее шита золотом? Почему этим хочется... Мы понимаем, что это картинки. Может, им ничего и не хочется. Кто его знает, кто там такие, да? Но мы из картинок составляем местописание, чтобы понять, почему некоторым хочется ходить в золотых одеждах, благоприличных, а другим не хочется. А что мы говорим о состоянии сердца? О состоянии сердца? I love pink. Да. Почему не green? Почему не black? Почему она любит скромную одежду? Вот эта женщина. Вы же знаете, что она царица, да? Она на самом деле царица. Она воспитана в доме царя. Она не позволит себе... Я сейчас не говорю как за христианство, даже за воспитание. Она не позволит себе вот в таком пройтись, например, скажем, по городу. Ну, вы знаете, потому что это еще и Англия, это очень большая история. Абсолютно. Просто не могут себе позволить. Да, вот, мне это нравится, да. Англичане, они внутри себя не могут позволить. Баптистам все позволительно. Внутри, наверное, нет ничего. Ребята, серьезные тексты Писания. Размышлять. Я просто люблю накидывать, вот так накидывать. Вам же жить, вам же выбирать, правда? Каким я буду, что внутри меня, как это внешне выглядит, решение за вами, чего мы хотим от нашей христианской жизни, чего мы хотим, условно сказать, от нашего баптизма, что вам, нам вообще надо? Может быть, я хочу в мире жить? Да иди живи на здоровье. Я, наверное, смотря, как мучаются молодые люди. Я даже в церкви однажды так сказал, ну, неосторожно, как бы, ну, иди живи, как ты хочешь. Что ты мучаешь самого себя? Ну, что ты приходишь здесь и вот думаешь, ай, родители загнали, а то... Да зачем, встань прямо и скажи, да мне эта жизнь, она... Вот пойду, наемся рожков, а там видно будет. Если живой останусь, вернусь. Нам выбирать, чего нам надо от Бога. Нам выбирать, будет ли внутри царь жить нас или нет. Хотим ли мы этой жизни внутри? Она выразится обязательно наружи. А это серьезная вещь. По одежке вечность будут пускать. Можно так сказать об этом? А прямым текстом – да. Друг, как ты вошел сюда, небрачной одежде? Я спрашиваю, это текст о вечности? О вечности? Это серьезный текст? Это сказка или это притча? Христос говорит. Я хочу, чтобы мы серьезно воспринимали. Я понимаю, что не из-за того, что одежда его отличалась, конечно, из-за этого внешне, но потому, что он не согласился иметь царскую одежду, брачную одежду внутри себя. Он захотел жить, как он хотел. У него внутри не было желания этот пир разделить, как царь желал. Он не согласен был с царем. Я хочу на пиру быть, как я хочу. Ну, будь. Только на твоем пиру будешь. Царь говорит, не на моем. Выкиньте его на тот пир, который по душе ему. У него в душе, в сердце свой пир. Иди туда и занимайся своими вещами. Как ты вошел сюда небрачной одежде? Внутренняя красота всегда отражается на внешности. Что внутри, то и снаружи. Не может монашка одеться, как проститутка, или как внутри ее другой состав. Другие мысли, чувства, идеалы, видень. Также проститутка не может одеться, как монашка, ибо внутри ее пустота и грязь, и все сие отображается на внешности. Аналогично и со скромностью. Такая девушка не будет одевать ничего броского, яркого, так как она сама не любит выпячивать свою красоту, ум и чего бы то ни было другого. Все довольно-таки легко. Скромность в одежде, скромность внутри. Одна из женщин написала это, мне кажется, неверующих. Когда мы говорим о теле, несколько вещей, список можете добавлять, из жизни, из опыта. Питание, алкоголь, наркотики, блуд, лень. Что проявляем мы в своем теле? Остановлюсь на одном, как я сказал, по одному месту из писания на определенный какой-то момент. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Блудник от кайндов, любой. Блудник прямой, который лезет до девушки. Блудник тот, который смотрит картинки. Блудник тот, который смотрит фильмы, соотнося себя с другим полом. Обоюдно, женщина, мужчина, разницы нет. Виртуальный блудник может быть. Грешит против собственного тела. Библия говорит, нам нужно прийти в брак и принести свое тело в брак. Я задаю вопрос из этого текста писания. Кто хочет получить в браке, девушка, если парня, или парень девушку, вы хотите блудного принести в брак человека? Вы хотите свое тело блудное, измученное под блудом, принести в брак? Зачем? Зачем? Это нечестно. Библия говорит, чтобы мы хранили свои тела. Я еще раз говорю, на одном этом примере только говорю это. Поэтому нужно в брак идти честно. Один случай запомнился мне. Парнишка пришел, просил сочетать их в брак. И перед этим он сказал, я хочу исповедоваться. Я занимался вот этими картинками негодными. Простите, мне даже неохота называть их своими вещами. Вы понимаете, о чем речь идет. Я говорю, да, пожалуйста, давай, расскажи, будем молиться. Он сказал, вы знаете, я своей невесте все это рассказал, как я жил до этого. И я, честно говоря, так замер. Ну, как можно своей невесте рассказать? Ну, как-то, как парню, кажется, это нужно все утаить. Но я замер, я слушал его рассказ. И он сказал, и она сказала, я прощаю твое прошлое. И, коль ты раскаиваешься, я согласна идти с тобой в брак. Вы знаете, это удивительно. Это не лучший вариант. Лучший вариант покаяться, но Библия говорит, чтобы мы могли хранить себя. Потому что против своего прям тела грешишь, и особенно этим грехом. Писание говорит, у нас есть прям заповедь, умертвите земные члены ваши. Если, как мы говорим, кто поклоняется внутри себя в духе и истине, нужно умертвить земные члены. В контракте, который молодые подписывают, когда я сочетываю брак, до того, когда мы начинаем беседы, я написал там, если вы подпишете, что мы не будем иметь прикосновений, поглаживания, нежности друг друга, я согласен тогда с вами идти работать для брака. А если было до этого у вас, это будет момент, когда мы покаемся, вы покаетесь, и дальше вы планируете прийти в брак честными. Нельзя иметь такие отношения блудные друг с другом, идти в брак. Сестры, вы имеете право сказать брату нет, если он пытается использовать ваше тело, начиная с нежных прикосновений, поглаживания некоторых частей вашего тела, если он любит вас по-настоящему, я вновь проговариваю это, он захочет вас, как невесту, на браке видеть чистою. Если он лезет к вам и начинает трогать ваши части тела, сначала какие-то минимальные и дальше больше, вы имеете право сказать такому человеку, нет, ты просто используешь меня, и я не хочу прийти в брак, в итоге грязный, блудный и так далее. Некоторые исповедания, которые сегодня среди молодежи происходят, они ужасают, по-простому говоря, волосы дыбом встают, чем занимается молодежь до брака, не имея прямых половых отношений, полностью имея все удовольствие. Если кто знает, о чем речь, кайтесь и согрушайтесь. Если кто не знает, вы счастливые. Лучше этого не знать. Но то, с чем мы сегодня сталкиваемся, когда идут к браку, и если они, помните, как я говорил вначале, неоткрытые, нечестные, закрытые, как ваши отношения? Все нормально, все супер. Вы имели половые отношения до брака? Обязательно с моей стороны и, как правило, со стороны пасторов будет задан этот вопрос. Нет. И оказалось, что со временем просто нужно задавать уточняющие вопросы. А вы целовались, да? А где? И когда задаешь уточняющие вопросы, и некоторых нужно за язык тянуть, чтобы он еще или она сказали, а где? Чтобы привести к минимальному сокрушению раскаяния. Умертвите земные члены ваши. До брака вы не имеете права пользоваться телом другого, друг друга. Когда в песне, в песне, мне очень нравится, я люблю эту книгу, написано, возлюбленная моя принадлежит мне, и я ей принадлежу, и разные восхищения. Возлюбленная моя, я делаю акцент на слово моя. Моя и мой становится, я спрашиваю, после какого момента? С момента дружбы, с момента влюбленности, когда мужчина, парень, брат или сестра может сказать, он мой, а она моя. Скажите мне момент, точно определите. Брак. Когда стоите, руки над вами вознесены, во имя Бога вы муж и жена. Это момент, когда вы можете сказать, моя или он мой. До этого момента есть за неделю браки распадались. Ты еще не его, и она не твоя. Поэтому не имейте права по Библии трогать друг друга. Сохраните себя. Умертвите земные члены ваши. Так Писание прям говорит, блуд. Мне очень нравится, вообще, как Библия построена, как Евангелие. Вот читаешь, смотрите. Разве не знаете, что тела ваши с учленами Христова? Вы знаете это? Вы после этого семинара знаете это? Знаете, вы раньше знали это. И так он говорит, я разве отниму мои члены, чтобы сделать их членами блудницы до брака, иметь отношения, близкие, прикосновения разные и так далее. Рассматривается как почти блуд или приводит к блуду. И вдруг мы слово читаем в Библии. Да не будет. Джонатан Эдвардсон с 17 до 20 лет написал 72-80. Решено. Это что-то отсюда взято. Да не будет. Хотите ли вы сегодня, находясь здесь, сказать, да не будет. Я приду в брак как мужчина, как парень. Я принимаю это решение. Не будет, чтобы я в духе был лукав. Не будет, чтобы я в душе себя принес хитрым в брак. И не будет, чтобы я в теле грешил. Библия показывает пример. Прими решение. Слушай, а если ты с Богом, Бог поможет выполнить тебе его. Ты не себя надеешься, на Бога. Но Библия учит. Прими решение. Апостол Павел говорит. Нет, я свои члены. Он искушаем был, я думаю. Он неженатый был человек. Ему, как любому мужчине, хотелось иметь женщину. Жену свою. Он решил себя в этом ограничить. И поэтому я понимаю, что в его теле были искушения. Он сказал, нет, мои руки никогда, никогда. Ну и сестре дольше положенного руку жать не будут. И нигде там ничего этого не будет. Да не будет. Он принял твердое решение. Мне очень нравится, как вот этот перевод говорит. Байблзум я беру обычно. Не пусть осуществится. То есть осуществится? Нет. Не пусть осуществится. Это решение. По примеру Христа. Когда-то я трудную ситуацию в жизни имея. Ну, когда я говорю я, сразу понятно, что вместе с женой практически две недели мы постились. И я, мы пил водичку. Я не такой сильный христианин, чтобы совсем поститься. И как-то потом маме своей рассказываю. Старая женщина, почти 92 года, сильнейшая христианка. Для меня герой веры. И я ей рассказываю, мам, ты знаешь, вот эта трудность. Она молилась. Говорю, вот я, мы постились. Ну, говорю, водичку пил. Водичку пил. Мама моя знает, что такое поститься без водички. Для нее, ну, какой же ты христианин, ты водичку даже пил. Сорок дней. Мог не есть. Он был в плоти в нашей. Он мог себе отказывать в необходимом. По примеру Христа. Сорок дней. Мог не есть. Он решил в своей жизни обуздывать себя. Будучи точно в плоти таким, как мы. Желающим кушать по-простому. Могут ли родители испортить жизнь ребенка, если он предназначен быть худеньким, а он станет полным? Или сильно полным? Могут или нет? Просто нужно вводить ребенка в самый дорогой ресторан. Макдоналдс. И почти 100%. Если с детства будете это делать, предназначенный быть худеньким ребенок, он может быть очень-очень-очень-очень полным. Вы можете ему жизнь испортить. В наших ли руках управлять нам своим телом? Особенно с Божьей помощью мы говорим. Да, абсолютно. Последний текст. Настоящая статистика говорит, что уровень развода в церкви на 25-50% ниже, чем среди тех, кто не посещает религиозные службы. Также пары, для которых вера и молитва вместе считаются приоритетом, как правило, значительно счастливее и имеют более крепкую связь друг с другом. Которые посещают религиозные службы, они счастливые, которые верят и молятся вместе. Один мальчишка ехал к невесте своей. Приезжая счастливый, домой папе с мамой рассказывает. Полицейский остановил. Ну, тикет не дал. А что случилось? Я спросил, я еду к невесте. О, ты жениться собираешься? Да. Ну, как все нормальные христиане, сочинил историю, почему у него тапс нет. Ну, и правда, решил продавать машину, зачем платить? Лучше продаст, и тот пусть платит. Ну, а знаете, забыл там такое. Говорит полицейскому, ты мне можешь дать совет, как я вот сейчас женюсь, чтобы счастливую жизнь прожить? Он говорит, а ты христианин? Он говорит, да. У меня, говорит, отец пастор. Полицейский говорит, у меня тоже отец пастор. Я, говорю, тебе говорю, если вы с женой решите всю свою жизнь, сколько только возможно служить в церкви, полицейский дает совет. Вы будете счастливой парой. Надо же, папе нужно так много говорить, а полицейскому один раз сказать. Через пару недель пришел тикет. Мальчик был расстроенный. На штате Вашингтон сейчас дают по-другому тикету. Могут не сразу. Я говорю, что ты расстроенный. В Америке за хорошие советы. Надо платить, конечно. А как вы думали? Счастливый брак. В чем он заключен? Мне очень нравится, в этом тексте Писания есть последнее слово. И Ваш дух, и душа, и тело. Сохраните к приходу жениха Ваша. В целости сохраните. Отдайте его Господу, как оно есть. Приготовьте себя к земному браку, счастливому браку. Работайте над своим духом. Работайте над своей душой. Работайте над своим телом. Принесите жениху, невесте вот это самое лучшее, искреннее, что у вас получилось с помощью Бога. Но мне нравится это в теме Конгресса. Эта мысль заканчивается. Братья, молитесь о нас. Упование на Бога. Мы не своими силами это делаем. Господь стоит, чтобы помочь нам это сделать, чтобы ваши браки были счастливыми, хорошими. Братья, молитесь за нас. Даю совет вам всем. Молитесь за ваши браки, которые будут у вас. Девчата, 15 лет. Молись, Господи, пошли мне мужа хорошего. Меня приготовь, чтобы я была хорошей женой. Вот там такой, такой и так далее. Молитесь, много молитесь. Но я хочу выполнить свою миссию, которая здесь написана. Как будто бы от вас зов. Дядя Игорь, молитесь за нас. Братья, молитесь за нас. Я хочу помолиться за вас. Давайте встанем. Господи, я сердечно благодарю тебя за эту чудесную возможность. За возможность молодежи говорить о счастливом браке. Я благодарю тебя, Бога, что ты даешь нам счастливый брак. В моей семье благословение было огромное. Нас 13 было, и ты чудесного отца и мать послал. Он с неверующих уверовал. И мы имели полное попечение. Слава тебе, Господи, за это. Я хочу помолиться за молодых людей, которые были на этом семинаре. Они хотят счастливого брака, и ты хочешь дать его нам. Но нужно себя приготовить. В духе, в душе, в теле и с молитвой к тебе. Я молюсь за каждого, кто был на этом семинаре. Благослови их, Господи. Благослови их, приготовить себя к этому удивительному времени, когда 30, 40, 50, 60, может быть, больше лет вместе нужно прожить с одним человеком. И они могли бы сказать, мы были счастливы. Ты, Бог, благословил их. Ты, Бог, прославился в их браке. Благослови каждого из них. Я молюсь тебе за них во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Господним. Пока с миром будем расходиться. С миром Господним. Продолжение следует...